А на шине-то какие заусенцы, ё-моё! Такое ощущение, серьёзно, что этот набор делали дальтоники, которые не смогли отличить чёрный цвет от жёлтого. Но покрасили очень плохо. Вон, видите, здесь красный цвет выступает немного. Да я, наверное, это и сделаю! Дерьмище! Здарова, ребята, с вами Любопыт! Итак, как вы видите, я сейчас за другим столом сижу, это просто потому, что я сейчас не дома. Я у бабушки в гостях, и при этом ещё и умудряюсь для вас снимать новый ролик. Да, всё ради вас, мои дорогие подписчики. Итак, я знаю, что вы любите трэшовые конструкторы, поэтому приготовил для вас ещё один такой. У нас этот наборчик по Бэтмену, и как там написано, Лего Бэтмен фильм. Ну, сейчас, прежде чем на него взглянуть, хочу ещё сказать, что я его покупал, опять же, в том самом магазинчике игрушек в Магните. Да, увы, я там только ещё всякую дичь, да, эту присмотрел, хотел тоже купить. Но, увы, её уже купили до меня. Закон подлости. Надо, блин, если тебе что-то понадобилось, надо пока не поздно покупать. Иначе потом купят до тебя. Ну, вообще, там хотя ещё другую, новую дичь всякую завезли. И, ну, это, наверное, потом. Она дороговатая немного. И вообще, всё, что такое, наверное, трэшовенькое, я хотел там купить и вам показать. Я, наверное, уже купил и показал вам. Ну, нет, не спорю, там ещё и всякая дичь, которую я могу вам показать. Но, наверное, потом. Поэтому пора мне, наверное, уже переключаться на какой-нибудь другой магазин. Я уже говорил, у нас полно магазинов, которые продают китайское лего. Надо будет обязательно в какой-нибудь другой взглянуть и посмотреть, что вообще есть там. Там обязательно найду какой-нибудь трэш. Ну, теперь перейдём уже к самому набору. Итак, в этом наборе у нас Харли Квин на Бэтмобиле. Точнее, на мини-Бэтмобиле. Что уже само по себе несовместимо. Потому что Бэтмобиль, как вы знаете, это же автомобиль Бэтмена, супергероя. А Харли Квин, она суперзлодейка и ездит вместе с Джокером на его тачке. Как она называется, я не знаю, потому что во вселенной DC я не шарю. Но это ещё не всё. Харли Квин, ну, она сама по себе долбанутая. Но она такой была, как вы знаете, уже не всегда. Она просто искупалась в таксине Джокера и поэтому стала такой сумасшедшей. Но здесь, в этом наборе, она вообще просто ебанутая на всю голову. Вот сами послюбуйтесь. У меня просто никаких цензурных слов не хватает, чтобы вот это вот описать. Серьёзно. Это капец просто какой-то. Наборчик у нас этот от Джин Ран. Я уже сталкивался с такой фирмой. Показывал вам наборы по Nexon Knights от этой фирмы. И, как мы уже знаем, Джин Ран, это означает дурацкая конструкция и лютая мини-фигурка. Ну, он, как всегда, себя оправдывает. Хотя, Бэтмобиль я не нахожу уж таким сильно дурацким. Чтобы поиграть, сойдёт. Да, вот только вот ещё надо было бы вот здесь стены сделать. Потому что это, скорее, похоже не на Бэтмобиль, а на Бэтквадроцикл какой-то. Может, это и есть Бэтквадроцикл? Скорее всего, да. Может, я перепутал. Может, это как раз Бэтквадроцикл есть. Так. У нас здесь есть также номер на коробке. 0-1. То есть, это первый набор в данной серии. А в эту серию включено 8 наборов всего. Вот этот вот у нас есть. Потом ещё есть Харли Квинн. Только она уже такая нормальная. Потом Робин. О, господи, что они с ним сделали? Что они с ним сделали? Может, это и не Робин, конечно. Но, господи, я не знаю. У него такие выпученные глаза здесь. Это жесть просто. Потом у нас есть ещё Джокер. Такой грустный чё-то. И несколько видов Бэтмена. Один какой-то в жёлтой костюме и коричневой маске. Маске цвета говна, прям, я бы даже сказал. Какая-то странная. Потом ещё Бэтмен в светло-коричневом костюме. Бэтмен в каком-то красном, даже скорее бордовом костюме и чёрной маске. И радужный Бэтмен. Жесть. И все эти фигурки на одном и той же машине. Ну, или квадроцикле. Не могу точно понять, что это такое. У меня просто дело в том, что брат младший как-то был в Магните. Меня не было. Сказал, что видел набор некоторых из этой серии. Он сказал, что какого-то вот этого вот видел из Бэтменов. Я тут же захотел их купить, но пришёл в Магнит, а их уже не было этих наборов. Купили до меня. Ну, зато хоть Харрик Квинн осталась. На самом деле, я её уже давно видел и всё думал купить. А как только вот узнал, что купили тот другой набор, я понял. Нет, надо брать. А то купят до меня. Так. Ну что ж, сглянем теперь, что у нас там внутри. Так. У нас здесь ещё есть им комплект наклеек. Это прикольно. Так, деталей у нас мало. О, господи, а Харрик Квинн-то на самом деле ебанутая. Ебанутая. Это жопа. Так, ну ладно. Давайте сейчас я пока всё это соберу. Инструкция у нас здесь напечатана на коробке. И она не такая подробная. Ну ладно, как-нибудь уж попробую собрать. О, ребят, я ещё только начал собирать и уже вижу косяки в качестве пластика. Во-первых, вот деталь. Господи, как же она вся поцарапана. Чем-то ещё измазана. О, что с ней только было. Так, только фокус. Вот так вот лучше видно. О, господи, это прям трэш какой-то. Сколько же здесь царапинок. Ещё как будто она измазана чем-то. Чем-то. Ну, хотя бы это только кажется. Но царапин здесь реально много. А ещё здесь есть вот такие вот замечательные заусенцы вот на этой детали. Полюбуйтесь, а? Вот они, заусенцы. О! Правда классные заусенцы, а? А на шине-то какие заусенцы. Ё-моё! Пипец просто. И как же я сюда вот эту деталь вставлять буду, а? Да, ну это вообще просто трэш какой-то. Господи. Ну вот, наш недоквадроцикл собран. И знаете, увы, я своё мнение об этой модели изменил. До этого я, когда посмотрел на коробку, я сказал, что, возможно, не такой уж и плохой квадроцикл будет. Нет, всё-таки он оказался плохим. И почему? Правильно. Потому что цвет деталей на упаковке вообще отличается почти полностью от цвета деталей на самой модели. Во-первых, тут те некоторые детали, которые должны быть тёмно-серые, а не светло-серые. Но это ещё не такой большой минус. Ещё здесь деталь должна быть светло-коричневая, а тут она бордовая. Но вообще, что тут, что там, мне кажется, это было бы ерундово, потому что она лучше всего должна быть чёрной. Но и самый, наконец-то, нелепый косяк, самый вообще дурацкий косяк, который полностью портит всю постройку, это вот эти вот жёлтые тайлы. Эти тайлы должны быть чёрными ядрён батон, но они жёлтые почему-то. Китайцы, вы дальтоники, что ли? Я не могу понять. Такое ощущение серьёзно, что этот набор делали дальтоники, которые не смогли отличить чёрный цвет от жёлтого. Жесть какая-то вообще. Ну а так-то вроде нормально ещё могла быть бы моделька. Вроде ездит, правда, надо немножечко нажимать. Эти соусенцы на шинах не мешают ничем. Наклейки, кстати, здесь тоже годные. Правда, она лишняя наклейка есть, но это сущие пустяки. Да и вообще здесь все наклейки годные. Мне кажется, вообще сложно запороть наклейку. Я не знаю, это надо вообще быть сверхразумом, чтобы запороть такую простецкую деталь, как наклейка. Ну ладно, это мы посмотрели. Перейдём теперь к мини-фигурке. О-хо-хо, вот она. У нас тут Харли Квинн в докторском костюме. Это видно, потому что здесь у неё стетоскоп. На самом деле она здесь выглядит, ну, не настолько сумасшедше, как вот здесь на коробке. Вот серьёзно, сравните изображение на коробке и принт на голове. Вот абсолютно разные принты. Поэтому на самом деле она такой толпанутой вообще не выглядит. Да, но она могла бы быть нормальной, если бы не ряд косяков. Во-первых, плохо прокрашена прическа. Вот тут мы видим, она должна быть наполовину чёрной, наполовину красной. Сделана она, как мы видим, из полностью красного пластика. И часть просто покрасили в чёрный. Но покрасили очень плохо. Вон, видите, здесь красный цвет выступает немного. Плохо прокрасили волосы, очень плохо. Принт на спине ещё немного съехал. На торсе-то он не съехал, на торсе принт очень классный, аккуратный. Ну и на ногах вроде тоже нормальный. Чуточку, может, совсем съехали. Но это пустяки. Но у нас здесь то же самое. Здесь ноги, концы должны быть красного цвета, а не белого. Ну хотя, мне кажется, так даже лучше. Так больше похоже на докторский костюм. Итак. Ну и, разумеется, у нас тут облой на ногах. Вот теперь-то облой видно получше. На ноге вроде его видно так нормально, но на руке его почти не видно. Ну вот, разве что вот тут чуть-чуть, вот всё-таки видно, что тут есть облой. Он здесь, ребята, действительно есть. Ну, нам ещё сюда положили запасную ладонь. Розовую тоже. Ну, обычно всегда кладут у китайца запасные ладони. А вместо обычной поставки нам сюда сунули чёрную обычную деталь 4х4. Деталь годная, кстати. Для самоделок подойдёт отлично. Ну и на самом деле в самой постройке тоже есть некоторые детали, которые загодятся вам для самоделок. Но, как модель, это говнище. Это вообще полный трэш, полное кидаловое. Но идём дальше. Отдельного внимания у этой фигурки заслуживает оружие. На коробке у нас здесь нарисован такой вот пистолет. Внутри же этой коробки у нас лежит вот такая вот странная пушка, отдалённо напоминающая бластерную винтовку из «Звёздах войн». Ещё со снайперским прицелом, я так понимаю. Или просто с прицелом. Это вообще какая-то жуть. Очень странное оружие. Очень-очень странное. Ни разу до этого такого не встречал. Не в оригинальном Лего. Да хотя его у меня почти нету. Но я даже в китайском. Китайского-то у меня очень много. Я ни разу не видел вот такое вот оружие. Что это вообще за дичь? Не могу понять. И нам надо вот эту дичь дать Харли в руку. Давай. Опа. И посадить на вот это вот жалкое подобие квадроцикла. Да. И брум, 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 брум. Вот так вот. Всё. Получается вот такая вот ерундовина. И как я уже сказал, получился вообще полный трэш и полный кидал. Ебанутая Харли Квинн. Да ещё и на этом дурацком транспорте. Да горе, блин, всем, кто встретится у неё на пути. Вам всем, ребята, пиздец. Не попадайтесь лучше на глаза вот этой вот Харли Квинн. Особенно на этом дурацком транспорте. Господи, это же вообще ерунда какая-то. Ну серьёзно. Ну вот как можно такое выпускать, а? Вы совсем что ли ёбу дали, а? Капец вообще. Хочется расхуячить эту модель. Да я, наверное, это и сделаю. Дерьмище. Полное дерьмище. И покупать я вам это, разумеется, никак не рекомендую. Потому что это говно. Надеюсь, всем всё понятно. Пожалуйста, не покупайте конструктора Джинран, если вы не хотите трепать себе нервы.